В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руссул. Здравствуйте! Уходящий 2021 год для Заполярного района стал юбилейным. Муниципальному образованию исполнилось 15 лет. К этому событию было приурочено много мероприятий. Например, в свет вышла книга «Был создан гимн». Глава Заполярного района Виктор Ильин подведет итоги юбилейного года. Здравствуйте, Виктор Николаевич! Добрый вечер, Ольга! Расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка к мероприятиям? Откуда вы черпали идеи? Как это было? Начало было положено, конечно, в наших поездках по Заполярному району. По встречам с жителями. Общаясь с ними, мы понимали, что очень много есть людей, о которых можно рассказывать. Рассказывать можно долго. Таким образом, пришло понимание, что юбилейный год должен быть насыщен событиями для людей, потому что он был у нас достаточно сложным, пандемия, ограничения. И хотелось, конечно, сделать события юбилейные, чтобы они были наполнены какими-то яркими моментами. И мы старались это делать качественно. Для этого создали изначально рабочую группу, которая занималась, оргкомитет, который стал заниматься подготовкой к юбилейному году, но и планированием всех мероприятий, которые были. А во временном, так скажем, отрезке, когда началась эта подготовка? Это в течение года было или это как-то более долгий срок длительный? Мы начали готовиться в начале 2020 года. И вот оргкомитет первый раз собрался. Мы остановились на том, что давайте соберем все предложения, какие у нас есть. В оргкомитет у нас вошли очень замечательные, активные депутаты Заполярного района, администрация, работники совета, работники культуры, с тем, чтобы можно было собрать сначала предложения по мероприятиям. Мы их не ограничивали, мы делали как можно их больше. А уже потом оргкомитет обсуждал и принимал то или иное решение по проведению в 2021 году вот этих мероприятий. Конечно, это все началось за год, потому что нужно было спланировать, заложить финансы, бюджет. То есть это требовало очень много подготовки. Была издана книга и как родилась идея, почему вы решили книгу издать, кто был инициатором? Ну вот книга, она находится здесь, перед вами. Эта книга на самом деле родилась опять же, исходя из концепции проведения юбилейного года, о том, что нужно рассказать о Заполярном районе. И когда оргкомитет собрался, стали обсуждать, а что же в этой книге, о чем рассказывать. И тогда были предложения, что можно рассказать о тех событиях, которые были раньше. Можно было документы туда внести, чтобы можно было ознакомиться, какую-то историческую часть. И вот как раз из этих поездок, которые у нас были, вдруг родилась идея о том, что давайте расскажем о Заполярном районе через людей, через почетных граждан, через депутатский корпус, через муниципалитеты, через все вот эти организации, которые у нас есть. И вот когда мы поняли, что это может быть концепт книги, тогда нам стало немного легче. Вот в плане того, что нужно было уже, ну с одной стороны полегче, но с другой стороны нужно было найти автора. Потому что ведь издание книги — это не только вот сам замысел, да, а еще и его реализация. И когда стали обсуждать, естественно, стали смотреть, кто у нас из авторов есть, кто мог бы в сжатое время, в сжатые сроки собрать весь этот материал, описать его, переложить уже, отредактировать. Конечно, здесь выбор пал на... Причем он как-то родился, и все поддержали на Артееву Ингу Александровну. Когда с ней переговорили, она согласилась, ну гора с плеч, то есть есть уже человек, который за это берется. И вот таким образом дальше книга стала наполняться в поездках, в обсуждениях. Ну и естественно, что тут мы убивали несколько зайцев сразу. Инга является не только автором, но еще и хорошим фотографом. Поэтому наполняемость стала легче, так скажем. В книгу каждый муниципалитет вошел, да? Все муниципалитеты? Все муниципалитеты здесь у нас, они представлены. Вот. Причем мы решили рассказать о почетных гражданах, да? Которые в Заполярном районе есть. Вот. О всех главах, которые были, есть. О контрольно-счетной палате. Мы рассказывали о достоянии. У нас есть номинация в администрации Заполярного района. И вот номинантов, не номинантов, а победителей, мы о них тоже рассказывали. Они есть практически в каждом муниципалитете. И вот через этих людей мы показывали. Кроме этого, мы показывали историю развития Заполярного района. Показывали через организации, которые находятся в муниципалитетах. Конечно, было сложно. Но вот я думаю, что Инге Александровне это удалось. И книга, слава богу, она вот вышла в свет. Тоже были определенные трудности, на самом деле, когда мы поняли, что вот мы ее... Нужно издавать. А поездки? Ведь это же все откуда-то нужное денежное средство. Ну, нашли способ найти эти денежные средства. И дальше все уже пошло, все стало получаться. С какого, получается, периода охватывает Заполярный район эта книга? Это 15 лет, как существует Заполярный район, правильно? Это вот с первого года образования Заполярного района, да? Ну, здесь нет привязки временных, она только в лицах. То есть первый глава Заполярного района, первый председатель совета Заполярного района, первый депутатский корпус. Ну, а муниципалитеты-то они у нас были еще и раньше, до этого. Поэтому вот здесь вот мы увязывали все. И на самом деле, ведь когда были сомнения, да, сможем, не сможем, и нам удалось выиграть грант, который был у Лукуэла, Советом Заполярного района, именно на печать этой книги. И вот этот грант, он нам помог уже, ну все, мы когда его выиграли, мы поняли, что деньги есть на печать, а дальше уже все, в работу, других вариантов нет. Отступать некуда, вот. Позади только юбилей, который будем вспоминать. А сколько экземпляров вышло? У нас вышло 650 экземпляров, вот, данной книги. И презентация у нас состоялась в сентябре месяце. Вот, я хочу сказать, что на самом деле, вот, книга, ну, вот ее можно здесь вот посмотреть, да, она получилась довольно-таки красочной, вот она, да, то есть вот, А сколько страниц в ней? По страницам, ну, 350, по-моему, где-то мы смотрели, 358, вот, 359, 360 страниц. То есть, хорошая печать, хорошие, то самое, фотографии, замечательные тексты, поэтому здесь высоко оценили. Хотя, вы знаете, очень много было скептиков, которые говорили, денег им некуда девать, вот, это самое, придумали тут книгу какую-то выпускать, столько было, это самое. Но я благодарен, на самом деле, депутатам Заполярного района администрации, которые вот мы вместе приняли решение, да, и на сегодняшний день, ну, если честно, мы не жалеем. Потому что это память, это память, которая уже от нас никуда не уйдет, она останется обязательно в библиотеках, вот, в школах, то есть, по максимуму мы постарались все это дело раздать. То есть, они, уже книги уже есть, они уже нашли своих адресатов, уже кому-то отправлены, подарены? Да, мы составили реестр, вот, по каждому муниципалитету, в каждую организацию постарались наполнить это библиотеки, администрации, вот, обязательно тем людям, про кого здесь рассказано, да, и это самое, вот, все отправили, ведь книга нелегкая, и надо сказать спасибо команде Совета Заполярного района, да, которое, вот, нашло возможность отправить в муниципалитет. Мы не потратили ни одной копейки на это, мы старались все это дело, как можно меньше тратить бюджетных средств, но получить качественный продукт в виде этой книги. Виктор Николаевич, еще у Заполярного района 15-летию появился гимн, да, тоже такая вот, такая новость, она была резонансная, да, очень интересно в соцсетях обсуждали, кому-то очень не понравилось, что у Заполярного района должен быть гимн. Расскажите вообще, как проходила работа, и почему нужен был гимн? Вы знаете, ведь когда, это опять же, возвращаемся к 20-му году, когда мы планировали, что мы будем делать, каким образом, вот этот гимн, наверное, он, такая идея, она была еще более трудновоплотимая в жизнь, чем книга. Почему? Потому что, ну, гимн, это вещь специфическая. Мало того, что все стали обсуждать данное решение, что вот вы там опять денег некуда придумали, там гимн настолько, не знаем уже, что делать, и вообще зачем это надо, но я хочу, и вот мы когда обсуждали тоже на оргкомитете, у меня был очень интересный разговор с одним очень уважаемым мне человеком, и мы как раз вот затронули эту тему. И на международной арене шло понижение, старались понизить гордость наших спортсменов, да, это самое, чтобы не звучал наш гимн, не висел наш флаг, да, это самое, в честь побед наших спортсменов на международной арене. Нас пытали всячески вот обложить, чтобы, и ведь они бьют в самое сердце, потому что ты выходишь без флага, под олимпийским флагом, да, или ты выходишь гимн какой-то, играя совершенно не наш, которому мы привыкли, которому гордость, вот и мурашки по телу, потому что ты борешься за честь России, и славу ей приносишь своими победами. И вот здесь он сказал, говорит, Вить, ну, вы на правильном пути. Гордости много не бывает. Гимн — это гордость. Гордость теми достижениями, теми людьми, которые живут в заполярном районе, теми богатствами, которые у нас есть, да, и вот как раз вот гимн — это возможность выразить свою любовь, отношение к своей малой родине. Я думаю, что это... Потом все, когда гимн наш уже состоялся, ну, скептики ушли в сторону. Я всегда говорю, критиковать легко, а вы попробуйте что-то сделать. Поэтому я думаю, что гимн у нас в том числе получился. А кто стал автором гимна? Это ведь не только текст, это музыка и текст. Как вообще вы выбирали, кто победил? Почему именно эти слова? Ну, вы знаете, было такое очень... Большие опасения, а сможем ли? А найдутся ли те, кто напишут слова, да, кто создат музыку, гимну, кто исполнит его? Виктор Николаевич, давайте еще раз вопросы снова. Да? Да. Ага. Не успели переключиться там. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, кто стал автором гимна? Это ведь не только текст, это и музыка. Как выбирали и почему именно выбор стал вот на эти, Павел, на вот эти, этот вариант? Выбор гимна, он, естественно, был создан, опять же, у нас комиссионно, да, то есть мы собрали комиссию, которая смотрела, оценивала те варианты, которые были предложены. Ведь изначально, когда только думали, было сомнение, смогут ли написать, смогут ли переложить на музыку, а получится ли вообще кто-то заявиться или нет. И вот долго не было. Мы нервничали, переживали, но потом первый появился, мне сказали о том, что вот пришел уже первый гимн. Вот, я не слышал ни одного, я не знал, кто его там написал. И потом сказали, идут, 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 поступают. И когда оргкомитет у нас уже собрался, вот, гимны все были обезличены. Они стояли номер один, номер два, ну, чтобы не было там каких-то привязок. Знали только, ну, наши организаторы Совета Заполярного района, Аня Стукалюк. Вот, и когда мы стали слушать, один, второй, третий, четвертый, пятый, семь их было. И тут стали возникать разные мнения. А вот какой лучший? И тогда выступили профессионалы, вот, у нас там были и лингвисты, и музыканты, и все-все-все. И они сказали, уважаемые коллеги, гимн должен соответствовать определенным параметрам. Если они есть, то значит это гимн. Если нет, то это может быть исполнение песни, но оно тоже может присутствовать. И вот мы спросили, а какой гимн соответствует всем параметрам. Да, он оказался, он был единственным, вот, в очень хорошем исполнении. Мы очень долго гадали, кто это исполнял. И вот когда мы уже все сказали, да, этот вариант гимна подходит, мы его готовы утверждать, естественно, стали задавать вопросы, а кто автор? Вот, автор, автором слов гимна оказалась Ольга Петровна Пашун. Вот, она написала эти слова, у нее тоже было, сначала она готовила гимн, думала искателей, потом, когда внимательно посмотрела, то оказалось гимн Заполярного района. Ей пришлось переписывать текст полностью, но она с этим справилась, уложилась в сроки. И потом предложила написать музыку Левчаткиной Татьяне Валентиновне, которая успешно с этим справилась, написала. А так как композитор и обладает определенными связями, она попросила своего друга исполнить данный гимн. И потом, когда они стали все это дело рассказывать, оказалось, что он в поезде ехал и пел этот гимн. Он его исполнил, записал, отправил. И уже звучали у нас в его исполнении. Автором, исполнителем гимна был Юрий Заряднов. Он профессиональный певец, с шикарным голосом. Поэтому, когда это все узнали, ну, были аплодисменты, и мы поняли, что у Заполярного района появился свой гимн. А на презентации кто исполнял гимн, кто был исполнителем этого гимна? Слушай, презентация это вообще отдельная тема. Почему? Да потому что ведь мы готовили гимн, но мы не, мы рассчитывали, что у нас будет презентация, да, но денег не было заложено. И у меня сотрудники приходят, Андрей Евгеньевич Федотов, Аня Стукалик, Виктор Николаевич. У нас родилась идея пригласить Юрия сюда, чтобы он вживую исполнил и записал у нас непосредственно здесь звукозаписи, студии звукозаписи, гимн. И я откуда, что, ну, слава богу, он мир не без добрых людей. Мы нашли спонсорские деньги на его приезд сюда, в организацию, проведение. И вот он приехал к нам, вот, оказалось, что у него именно в это время есть окно. И вот он был здесь и пел вживую у нас на сцене в Заполярном районе. Это было здорово. И я, на самом деле, благодарен вот нашим сотрудникам, которые действительно берутся иногда за вещи, которые трудновыполнимы изначально. Но потом в ходе работы мы находим возможность решать ту проблему, другую проблему и уже выдавать красивый продукт. И все были, ну, так, с восторгом смотрели. Это было изюминка, конечно, да. То есть его исполнение никто не ожидал, а мы это сделали. Поэтому было здорово, я считаю. Виктор Николаевич, а где-то уже использовался этот гимн? Он уже стал официальным символом. И вообще, что нужно, чтобы он стал официальным символом, чтобы его вот прям, как бы, всегда использовали, там, когда сессии начинаются и в других официальных мероприятиях? Как это вообще происходит? Ну, во-первых, мы его утвердили как гимн Заполярного района депутатами на сессии Заполярного района. Мы определили порядок его использования на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Заполярного района, чествованию. Вот. И он у нас всегда звучит в начале сессии, которая проходит в Заполярном районе. Вот завтра у нас сессия, будет звучать в обязательном порядке наш гимн, который дает основу вот этой нашей гордости, ради чего мы его и создавали. Потому что в городе нет, у нас есть. А муниципальные образования могут его использовать? Конечно, конечно. Это же гимн Заполярного района. И любое муниципальное образование может его использовать. Вот. И используют, надеюсь, при проведении своих мероприятий. Виктор Николаевич, еще знаю, что была очень необычная игра, создана. Кто был создателем этой игры тоже к 15-летию, где она вообще используется, для кого она, на кого она ориентирована? Расскажите, пожалуйста, вот вы ее принесли с собой, я знаю. Да, здесь тоже представлена наша игра. Значит, опять же, да, когда шло обсуждение, мы думали, о каким образом рассказывать о Заполярном районе, о бибилее детям. Ведь дети, они немного по-другому смотрят на мир. Вот. И, может быть, конечно, такие книги или гимн еще ни о чем не говорят. Но как раз вот Наташа Дикс, она предложила разработать вот такую замечательную игру-бродилку, да, там с карточками, со всем, чтобы дети могли играть. И вот эта идея родилась, ее все поддержали. И вот игры как раз вручались детям, кто участвовал в конкурсах. Мы передали это в школы, в детские сады, с тем, чтобы можно было детям в игровой форме узнавать о Заполярном районе. Игра удалась, на самом деле, и там есть пошаговая, по крайней мере. Вот у меня дома она есть, и играем, поэтому вот как бы... А кто выигрывает? Ну, дружба. Виктор Николаевич, вот кого можно отметить при подготовке к юбилею, кто оказал самый большой вклад, сделал? Ну, может быть, нельзя сказать самый большой. Вообще, вот чей вклад можно отметить, кто стоял за юбилеем, 15-летием Заполярного района? Слушай, на самом деле, это, вот я бы отметил, очень хорошую командную работу. Причем здесь не было на первых ролях, на вторых ролях. Здесь была командная работа посвящена именно результату. И кому бы мы ни обращались, с какими бы просьбами мы ни обращались, всегда находились те, кто откликался, кто приходил. У меня вот здесь вот, я с собой взял, чтобы, допустим, не забыть, да, там, целый список. Причем, ваша телерадиокомпания была участником? Была, потому что вы постоянно давали возможность нашим жителям Заполярного района через сюжеты видеть, что у нас и каким образом проходит. Дворец культуры Арктика. Они сделали нам очень хорошее мероприятие на сцене в Арктике. Это было 2 апреля. 4 апреля было массовое гуляние в Искателях. Была великолепная погода. Я столько жителей не видел, ну, вообще, это самое, вот, в Искателях. Сцена была сделана. Сцену кто нам дал? Лидер. Кто выступал, организовывал вот эту всю концертную программу? Это созвездия и Дом культуры Искателей, да. Дальше, кто приехал к нам на праздник? Вот здесь вот количество коллективов, это самое, и Маймбава, коллектив Народного Нинецкого ансамбля. Я уж руководителей не буду перечислять, да, это самое. И молодежный хореографический коллектив «Северянка», и танцевальный коллектив «Шаньтам», коллектив образцовой студии «Либерти», хореографический коллектив «Стремление», коллектив вокальной группы «Северные звезды», коллектив вокальной группы «Красновчанка», образцовый самодеятельный танцевальный коллектив ТИНС, коллектив детского вокального ансамбля «Росинки», детский танцевальный коллектив «Созвездие», детские сады, искатели, центр развития ребенка, гнездышко, этнокультурный центр, Пустозерский центральный дом культуры, Великовисочный центральный дом культуры, дом культуры поселка Красное, участники российского движения «Школьников» в Нинско-автономном округе и многие-многие другие, ну, Дуркина Галина Александровна со своим престижем, и это же небольшая еще часть, ведь участников было очень и очень много, и предприниматели помогали, и помогали транспортом депутаты, и администрация. Слушайте, я могу, на самом деле, перечислять очень долго, и наше МКУ «Северное», да, которое обеспечивало транспортом, газета «Нарьяна Виндер», слушайте, ну, участников было очень много, и радовало то, что они все подходили с душой, да, не просто отбыть номер, а сделать, создать праздничное настроение. И поэтому я думаю, что вот это, благодарю всех на самом деле, и администрацию Заполярного района, и депутатов окружного нашего собрания, администрацию округа, вот, без которых вот это празднование не смогло бы состояться в полной мере. И, естественно, хочется сказать слова благодарности нашим ветеранам, которые нам помогали, давали мудрые советы с тем, чтобы можно было провести то или иное мероприятие. Очень много участников. Всех благодарю. Не знаю уж, постарался, наверное, охватить, но если кого-то забыл, прошу меня извинить. Виктор Николаевич, удалось реализовать все, что вы задумывали на юбилей, вы довольны результатом? Ну, да, я на самом деле результатом доволен. Почему? По тем отзывам, которые поступают от наших жителей. Ведь когда была презентация книги, обращались и обращаются до сих пор граждане. Виктор Николаевич, а можно где-то книжку взять? А вот там вот о нашей маме сказано, можно вот мы это самое... А вот это фотография вот наших там деток, а можно мы вот тоже на память где-то эту книжку возьмем? Конечно, мы идем на встречу, даем этот результат. Про гимн, но отзывы были очень хорошие. Я считаю, что вот эта книга, вот эта игра, гимн, мероприятие... А сколько у нас было детей, которые рисовали к Заполярному району свои рисунки, поделки делали. У нас выставка была. И когда все дети собрались, и вот их огромное количество, вот с этим восторгом, мы их постарались каждого отблагодарить, это самое... Вот, и когда мы были все вместе, ну это нечто. Вот ты понимаешь, когда дети вот этим живут, вот они делали эти рисунки, принесли, участвовали, есть победители, есть номинанты. Но это здорово. Когда идет обратная связь, вот по всем этим мероприятиям, конечно, ты понимаешь, что очень много сделано. Но ведь это, мы говорим, только вот наша часть. А ведь главы муниципальных образований, творческие коллективы в селах, они же проводили эти мероприятия. А школы, а детские сады, викторины. Это было очень много, это было наполнено. И, конечно, я хочу сказать, что вот это все в честь юбилея Заполярного района, ну да, один или ничего бы этого не сделал. А вот когда есть такая команда, которая работает на результат, рассказать, показать, задействовать, тем более в наше, вот в 21-й год такой сложный был по пандемии, ну, мне кажется, это очень здорово. И хочется, чтобы это было не только в ювелирном году, но и дальше это продолжалось. А есть какие-то задумки на 2000, на 20-летие, хотел сказать, на 2020, на 20-летие района? Есть какие-то задумки, которые вы бы могли уже начать готовиться, уже что-то делать, чтобы... Ну, я думаю, что в 20-летие района обязательно появятся задумки, потому что это будет тоже юбилейный год. Я уж не знаю, потому что, ну, срок полномочий у нас истекает до 2020 года. Но есть одно то, чего бы я хотел, чтобы вот избежали. Вот, потому что мы когда шли в процессе вот подготовки, проведения мероприятий, вот не столкнулся с проблемой, но как с проблемой? Вот мне это не понравилось. Не понравилось что? Когда 2 апреля мы проводили торжественное заседание, да, в это самое вот праздничный концерт, вот, в котором, кстати, фильм телекомпании «Север» был представлен, мы, когда стали награждать, я понял, что мы награждаем только, получилось так, в большей степени сотрудников совета и администрации Заполярного района. А концепт это был, чтобы мы как можно больше охватили всех жителей. Я хочу сказать, что она удалась, но вот получилось так, что на сцене в этот день оказались, ну, в большей степени сотрудники. Это неправильно, от этого нужно уйти. То есть там должны быть в большей степени жители Заполярного района, своих сотрудников мы сможем поощрить. Вот это такой для меня был урок, я надеюсь, что этот, он не повторится, не в плане того, что у нас они плохие, а в плане, да, сотрудники хорошие, мы награждали тем более достойных, но здесь нужно говорить о людях, которые представляют Заполярный район, не только у нас здесь в Искателях и в городе Наринмаре живущие, а непосредственно еще и с деревень и сел. Надеюсь, этот наш урок учтут и в 2020 году как раз вот этого не будет. Это не по злому умыслу, это по концепции, которая у нас была, но ошибки их тоже нужно видеть, признавать и говорить о том, что эти ошибки нужно исправлять в 2020 году, в том числе в юбилейном 2020 году. Виктор Николаевич, скоро Новый год, не за горами. Что пожелаете нашим телезрителям, жителям Заполярного района в первую очередь, каким вы хотите, чтобы был для них этот Новый год? Новый год, он всегда связан с чем-то тайным, с какими-то нашими внутренними мыслями, желаниями, которые позволили бы нам реализоваться в жизни, сделать кому-то приятное, доброе. Естественно, хочется пожелать, чтобы Новый год был исполнен желанием наших жителей Ненецко-автономного округа, Заполярного района. Хочется пожелать, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы болезни ушли, и чтобы мы вернулись к той жизни, которая была до пандемии, что когда мы можем совершенно спокойно встречаться, общаться, праздновать, проводить мероприятия без всяких ограничений. И я думаю, что к этому стремятся все. И хочется пожелать, конечно, чтобы в следующем году он принес как можно больше хороших, светлых, праздничных дней, но и трудовых тоже, которые дадут нам возможность реализовать все то, что мы наметили. Очень этого желаю всем и поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо, Виктор Николаевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам в гости. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что глава Заполярного района Виктор Ильин подвел итоги юбилейного года. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok